Урок 3. Документы ИМО. Регламентирующий балк. В этом видеоуроке я проведу краткий обзор основного из документов ИМО, касающихся балка. Главный упор сделан на наш груз, зерно. Видео дублируется текстом в формате ввод, а также прикрепленной библиотекой, где я собрал все кодексы, на которые ссылаюсь. Здесь как раз тот случай, когда лучше читать, чем смотреть. 3.1. СОЛОС 74. Глава 6. Перевозка грузов и нефтяного топлива. СОЛОС – это основополагающий документ по безопасности на море. В главе 6 нам интересны части B и C, посвященные балку, и отчасти часть А. Определение. Часть А. Общие положения. Навалочный груз означает любой груз, иные чем жидкость или газ, состоящий из сочетания частиц, гранул или более крупных кусков, обычно однородный, по составу, который грузится непосредственно в грузовое помещение судна без использования тары. Правила А. 1.1.2. Данная глава применяется для всех судов, перевозящих опасный балк, дословно, вследствие их особой вредности для судов и людей на борту, в том числе и грузовым судам валовой вместимостью менее 500 рек тонн. Правила А. 1.1. То есть для малышей это правило применимо. Правила А. 1.2. Подразделяет весь балк на зерно и другой навалочный груз, иных чем зерно. Часть Б. Специальные требования для навалочных грузов. Перевозка навалочного груза, иных чем зерно, попадает под регламент Международного кодекса морской перевозки навалочных грузов МК-МПНГ 2008 года. International Maritime Solid Ball Cargos. Правила А. 1.2. Часть С. Перевозка зерна. Перевозка зерна регламентируется другим документом. Международным кодексом безопасной перевозки зерна насыпью. МЗК-91. Грейм-код 91. Правила А. 1.2. Термин «зерно» включает зерно пшеницы, маиса, овса, ржи, ячменя, риса, семена бобовых и обработанное зерно этих культур, когда его свойства схожи со свойствами натурального зерна. Правила А. 2.2. Правила А. 1.2. Часть С. Обязывает грузовые суда, перевозящие зерно, иметь документ о разрешении, документ of authorization, который подтверждает, что оно отвечает всем требованиям МЗК-91. Однако, правилом 9.2 Солоса разрешает судам, не имеющим этого документа, грузить и перевозить зерно, если капитан перед погрузкой убедит администрацию, что судно в предполагаемом состоянии загрузки будет отвечать требованиям МЗК. Вывод. Глава 6 части ABC Солос. Основополагающий документ по обработке и перевозке опасного балка, подразделенного на зерно и иных, чем зерно, где перевозка зерна регламентируется МЗК-91, а другой балк, иное, чем зерно, МЗК-2008. Правило распространяется и на малышей, то есть суда менее 500 регистровых тонн, перевозящий опасный балк. 3.2 Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов, 2008, он же International Maritime Solid Bulk Cargos. Международный кодекс морской перевозки навалочного груза устанавливает требования по безопасной погрузке, штифке, выгрузке твердых навалочных грузов при их перевозке морем. Соблюдением SOLOS, а также определяет риски, связанные с такими грузами, и меры предосторожности для управления и сведения этих рисков к минимуму. 3.2.1 Опасности, связанные с перевозкой навалочных грузов. В общих чертах опасности, связанные с перевозкой навалочных грузов, можно подразделить на следующие категории. 1. Повреждение корпуса судна в результате неправильного размещения груза. 2. Потеря или снижение остойчивости во время рейса судна. 3. Химические реакции, например, выделение ядовитых или взрывоопасных газов, самовозгорания или сильная коррозия. 3.2.2 Содержание кодекса. Кодекс состоит из 13 разделов и 4 приложений. Озвучивать не буду, они у вас на экране. 3.2.3 Коротко о главном. Кодексе МКМПНГ-2008. Кодекс разделяет грузы на три группы. Группа А включает грузы, которые могут разжижаться, если они погружены с влагосодержанием, превышающий их транспортабельный предел влажности. ТПВ. Группа А включает грузы, имеющие опасные химические свойства, которые могут привести к возникновению на судно опасной ситуации. Группа С не способна разжижаться, т.е. группа А, и не имеют опасных химических свойств у группы В. Такие грузы все еще могут быть опасными. Если представляемый к погрузке груз не перечислен в кодексе, грузоотправитель должен следовать следующим процессам. 1. Перед загрузкой грузоотправитель должен представить подробную информацию в порт о характеристиках и свойствах. 2. Основываясь на этой информации, порт погрузки оценивает приемлемость груза к перевозке. 3. В общих случаях компетентный орган порта погрузки выдает капитану сертификат с характеристиками груза и необходимые условия для перевозки и размещения. 4. Вывод. Кодекс устанавливает требования по безопасной погрузке, штифке, выгрузке, твердых, опасных навалочных грузов и их перевозке морем. 5. Соблюдением SOLOS, а также определяет риски, связанные с такими грузами и меры предосторожности для управления и сведения этих рисков к минимуму. Если груз не входит в классификацию кодекса и неизвестна его опасность, то это бизнес грузоотправителя, либо порта, определить его приемлемость к перевозке и дать необходимые рекомендации. В частности, метод определения угла естественного откоса, правило 6.2.2, позволяет, если имеются сомнения, определить балк как зерно и в дальнейшем руководствоваться зерновым кодексом 91. Примечание. С 2017 года в силе резолюция 393-95. Поправки к Международному кодексу морской перевозки навалочных грузов. Эти поправки балка почти не касаются, поэтому я их не рассматриваю. 3.3. МЗК-91. Международный кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью. Грейнкод-91. Целью настоящего кодекса является установление правил, методов и допущений, подлежащих использованию при расчетах, которые гарантируют безопасную эксплуатацию судна при особых опасностях, связанных с перевозкой зерна насыпью. Опасность зернового груза. Зерно опасно своей текучестью, то есть возможностью сухого смещения из-за ничтожного коэффициента трения между гранулами зерен. Во время неконтролируемой погрузки зерновые занимают место в трюме в виде груды конической формы с углом к горизонту около 30 градусов. Он варьируется в зависимости от видов разнообразия зерновых. Называется углом естественного откоса RepoZenkel. Пока груз находится в статическом состоянии, поверхность будет оставаться ненарушенной. При возникновении морской качки, то есть различных динамических нагрузок, поверхность груза начнет движение вследствие того, что зерно обладает малым сцеплением между гранулами. В результате смещается центр тяжести зерновой массы, смещение зерна. Возникает кренящий момент, который является причиной крена судна и потерей остойчивости, вплоть до оверкиля. В этом главная опасность. Что можно сделать для избежания смещения или его минимизации и обеспечения безопасности в рейсе? Обзор зернового кодекса дает следующие ответы. 1. Судно для перевозки зерна должно быть предпособлено под этот груз, о чем подтверждает документ разрешения. Если этого документа нет, то судно перед погрузкой должно доказать расчетами, что оно способно выполнить все требования МЗК-91. Правило 3, часть А, МЗК-91. 2. Судно в загрузке зерном должно выполнять повышенные требования к остойчивости. В частности, удвоенная начальная медцентрическая высота. GM Corrected больше или равно 0,3 метра. Правило 7, части А, МЗК. 3. При погрузке полностью загружать грузовое помещение, стремясь заполнить все пустоты на 100%. При таком заполнении зерну просто некуда будет смещаться. Следственно, следует избегать неполностью заполненных отсеков или свести их к минимуму, что позволит максимально уменьшить кренящий момент от смещения. Правило 10, части А. Правило 2, части Б. Равнять поверхность зерна после погрузки. Очевидно, что для смещения ровного, штифтованного груза требуются большие динамические силы, чем для груза с естественным углом откоса конической формы. Правило 10.1, части А. Если кренящий момент приводит к крену более 12 градусов, то груз в неполном трюме необходимо не только ровнять, но и крепить его поверхность, что позволит полностью избежать возможности его смещения. Правило 16, части А. Принципы правил ИМО при перевозке зерна основываются на утверждении, что как бы полно не было заполнено отсеки зерном, даже в заполненном отсеке со штифкой, это лучший вариант, правило 10.2, части А. Все равно имеются пустоты между поверхностью зерна и палубой, либо крышкой. Кроме того, следует не забывать, что при перевозке происходит усадка зерна на величину до 2% высоты трюма. А при воздействии качки пустоты могут возрасти еще на 0,5% ширины трюма. Очевидно, что величина этого пустого пространства будет зависеть от полноты загрузки трюма и аккуратности штифки. Под воздействием морской качки возникает возможность смещения зерна на один из бортов в образовавшееся пустое пространство. Чем больше пустоты, тем больше возможны массы смещения зерна, а следовательно и больше возникающий кренящий момент. Расчету объемного кренящего момента от смещения зерна посвящена часть B кодекса. Так вот, наименьший кренящий момент от смещения с уровнем наклона поверхности зерна 15 градусов горизонтали принимается при загрузке полностью заполненного отсека со штифкой. Правило 2.3 часть B. В иной загрузке трюма, как то заполненный отсек без штифки и частично заполненный отсек, предписывается рассчитывать максимальный объемный кренящий момент с уровнем наклона поверхности 25 градусов горизонту. Правило 3 и правило 5.1 части B. Вывод. Чтобы избежать максимального кренящего момента от смещения зерна, отсеки следует грузить как можно полнее и поверхность зерна ровнять, штифтовать. Следует избегать частично заполненных отсеков или сводить их к минимуму. Если не удастся избежать неполного отсека, то поверхность зерна все равно штифтуется, ровняется, а возможно и крепится в зависимости от расчетного угла крена, а от смещения. 3.3.2. Особые требования к остойчивости для судна, груженного зерном. Остойчивости зерновоза посвящены правилам 6 и 7 части А МЗК-91. Они также прописаны в Code on Intact Stability All Types of Ships, то есть кодекс ОНС 2008 года. Сертифицированное судно на перевозку зерна должно иметь разрешительный документ, Document of Authorization for the Carriage of Grain. Такое судно в полной мере снабжается всей документацией по остойчивости для перевозки зерна и для его загрузки не требуется разрешение от порт-контроль. В ином случае, наш пример, мы должны доказать расчетами, что рейс от начала и до конца будет безопасен, то есть отвечать требованиям кодекса и получить на это разрешение. Для наглядности я поместил критерии остойчивости для ординарного судна и зерновоза в таблицу 1. Из таблицы видно, что зерновозу предъявляются повышенные требования к остойчивости. В частности, 1. Начальная мецентрическая высота увеличена вдвое. GM Corrected больше или равно 0,3 метра. 2. По найденному кренящему моменту от смещения зерна на диаграмме ДСО строится его график. Это прямая линия. Иногда это представлено кривой, чуть изогнутой. Пересечение ДСО и прямой кренящего момента определит угол крена от смещения зерна, который должен быть не более 12 градусов. Если кренящий момент приводит к возникновению крена на более 12 градусов, то поверхность зерна в неполном отсеке не только равняется, но и крепится одним из способов, предписанным кодексом. Правило А107. 3. Чистая или остаточная площадь между прямой кренящих и кривой восстанавливающих плеч до угла крена, соответствующего максимальной разности между ординатами этих двух кривых, или угла 40 градусов, как в нашем случае. При всех условиях загрузки должна быть не менее 0,075 метра радиан. Вывод. Для судна, груженного зерном, действуют особые, повышенные критерии остойчивости ему. Однако зерном можно загрузить практически любой сухогруз и оптимизировать его посадку, как вам надо, если ровнять и крепить поверхность зерна во всех неполных отсеках. Стоит знать, что штифка и крепление большой суммарной площади займет много времени и денег. Примечание. В России с 1997 года действуют правила морской перевозки зерновых грузов RD-31-11-25 от 1996 года, которые только дополняют Международный зерновой кодекс. 3.4. Кодекс БПВ. Кодекс безопасной практики погрузки и выгрузки навалочных грузов. 4. Кодекс БПВ. Кодекс БПВ разработан в Международной морской организациях в целях сведения к минимуму вероятности гибели балкеров, оказания содействиям лицам, ответственным за безопасную погрузку или разгрузку судов для перевозки навалочных грузов. В Кодексе изложены вопросы, связанные с безопасностью судов при погрузке и выгрузке навалочного груза за изключением зерна. Кодексом определена взаимная ответственность судовладельцев, капитанов, грузоотправителей и операторов терминалов за согласованность к действию в процессе обработки судна в порту. И установлена персональная ответственность представителей судна и терминала за выполнение возложенных на них обязанностей. Содержание кодекса БПВ-97. Кодекс БПВ состоит из шести разделов и пяти приложений. Они у вас на экране. 3.4.2 Коротко о главном. БПВ-97. В Кодексе описывается порядок взаимодействия администрации судна и бирговых властей до прибытия судна и устанавливается система взаимных обязательств в части обмена информацией. Руководство терминала обязано известить капитана судна о количестве, характере груза и его транспортных характеристиках, времени швартовки судна, начала работ и нормах погрузки с учетом допустимых продольных и местных напряжений в корпусе. Капитан несет полную ответственность за обеспечение безопасности в процессе грузовых операций. Капитан должен убедиться, что планы погрузки и разгрузки, а также все действия, связанные с грузовыми операциями, согласованы между судном и терминалом. Представитель терминала несет ответственность за последовательность выполнения мероприятий, указанных в плане погрузки или разгрузки. Этот план может быть изменен только после того, как обе стороны подготовили, одобрили и подписали пересмотренный вариант плана. Планы погрузки должны храниться на судне и терминале в течение 6 месяцев. Выгрузка груза также начинается с составлением плана разгрузки и контроля последовательности всех операций для сохранения прочности корпуса судна. На протяжении всего периода разгрузки администрация судна должна обеспечить контроль загазованности трюмов и контролировать безопасность входа в грузовые помещения, согласно требованиям ИМО. Чтобы не допустить крена судна, необходимо контролировать последовательность выгрузки с правого и левого борта в каждом трюме. Все повреждения корпуса судна должны быть зафиксированы и предъявлены инспектору классификационного общества. Вывод. Кодексом БПВ 97 определена взаимная ответственность судовладельцев, капитанов, грузоотправителей и операторов терминалов за согласованность их действий в процессе обработки судна в порту. И установлена персональная ответственность представителей судна и терминала. Рекомендации по грузовым работам являются рекомендательными, а не обязательными к исполнению. Резюме. Глава 6 СОЛОС-74 это основополагающий документ по обработке и перевозке опасного балка, подразделенного на зерно и другой, иных чем зерно, груз. Где перевозки зерна регламентирована МЗК-91, а балка, иных чем зерно, Международным кодексом ПНГ-98. 2. Международный кодекс морской перевозки навалочного груза МК-МПНГ-2008 устанавливает требования по безопасной погрузке штифки выгрузки твердых и опасных навалочных грузов при их перевозке морем, соблюдением СОЛОС, а также определяет риски и сводит эти риски к минимуму. 3. Если груз не входит в классификацию кодекса и неизвестна его опасность, этот бизнес грузоотправителя, либо порта, определить его приемлемость к перевозке и дать необходимые рекомендации. 4. Для судна, груженного зерном, действуют особые повышенные критерии остойчивости ему, приведенные в Международном зерновом кодексе 91 и Code on Intact Stability, All Types of Ships, кодекс ОНС-2008. 4. Зерном можно загрузить практически любой сухогруз и оптимизировать его посадку, как вам надо, если ровнять и крепить поверхность зерна во всех неполных отсеках, что экономически нецелесообразно, так как штифка и крепление большой суммарной площади занимает много времени и денег. 4. Кодекс безопасной практики, погрузки и выгрузки навалочных грузов, кодекс БПВ-97, определяет взаимную ответственность судовладельцев, капитанов, грузоотправителей и операторов терминалов за согласованность их действий в процессе обработки судна в порту. Рекомендации по грузовым работам являются рекомендательными, а не обязательными к исполнению. 5. Удачи! Продолжение следует...